Удобный применение повышенной проходимости, запас 5,8 воды дополнен, кроме систем видео обнаружения, еще системы речевого оповещения. Особое внимание мы уделяем развитию системы антикризисного управления. Здесь в Тульской области создан и включен в систему национального центра управления в кризисных ситуациях современный комплексный управляющий модуль, который позволяет на самом высоком уровне решать задачи по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций. Сегодня также мы дополнительно примем все необходимые решения по дальнейшему развитию центра управления в кризисных ситуациях Тульской области по оснащению новейшими отечественными разработками информационные технологии, базы данных и, конечно, интеграция в систему антикризисного управления и космического мониторинга. Я хочу поблагодарить руководство Тульской области, губернатора, всех специалистов, которые работают в области безопасности жизнедеятельности. Не могу не вспомнить слаженную эффективную работу Министерства по чрезвычайным ситуациям, нашим спасательным службам региона, правительству области по ликвидации последствий урагана в Ефремове. Быстро, качественно восстановили все необходимые системы жизнеобеспечения и жизнеснабжения города. Поэтому, Владимир Владимирович, низкий поклон вам от Туликов. Действительно, помощь была существенной и, самое главное, своевременной и качественной. Важная и ответственная деятельность, причем то, что вы напрямую общаетесь с человеком, который оказался в беде, поэтому грамотно его выслушать, оценить ситуацию, поставить задачу. Поэтому у вас очень важная направление деятельности. Вам спасибо за работу. И вам спасибо. Удачи. Всего доброго. Товарищ министр российской федерации, занятия с группой профессиональных подготовки к пожарным проходят согласно списанию. Тем занятий – пожарная тактика, а именно спасание людей и имущество на пожарах. На втором этаже два учебно-тренажерных класса, которые с манекенами, с оборудованием. Со спецсигналами нельзя все равно. Поэтому скорость небольшая. Внимательно он смотрит на экране, какие ему выдаются подсказки и задания, и, соответственно, их выполняет. Может быть, есть смысл давать им возможность, чтобы они готовили не только своих водителей, но и водителей, которые имели бы право на получение водительского удостоверения? Владимир Владимирович, абсолютно правильное предложение. Мы сейчас готовим нормативный правый документ, возложим на них не право, а обязанность решать эти задачи. В том числе они будут зарабатывать в небюджетных средствах, которые пойдут на повышение уровня социальной защищенности. Вся пожарно-спасательная техника и технологии в МЧС России техника отечественного производства, и она является лучшей в мире. Сегодня мы с Владимиром Сергеевичем Груздевым дополнительно обсудили вопросы и программы по созданию новых технологически подготовленных образцов, техники и снаряжения для наших подразделений на предприятиях Тульской области. Я благодарю Владимиру Андреевичу за то, что он нашел в своем плотном графике время и приехал сегодня к нам. И вот его визит мы совместили в том числе с открытием начала развития наших набережных. Тульская область динамично развивается, и за два последних года сделан очень большой рывок вперед. Развивается и социальная инфраструктура, развивается экономика, и профессиональная моя тема на качестве ином уровня решаются все вопросы безопасности жизнедеятельности населения. Развивается и город Тула, развиваются и регионы. Мой Тульский воинский спасательный центр находится в Тульской глубинке, у Раково. Дороги появились, школа, в которую ходят детишки наших офицеров отремонтирована. Я хочу привлечь внимание всех жителей города. Приходите, помогайте нам наводить порядок. Это не только набережная, это Баташовский сад, центральный парк, это и парк 250-летия Тоза. Это все те места, которые исторически известны каждому жителю города, но нужно своим городом уметь управлять. Его нужно беречь, за ним нужно ухаживать, и набережная – это только начало.